всем привет с вами я дмитрий флеско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня мы приготовим убийственных креветок киллер шри есть в лос-анджелесе в америке ресторан с таким названием и есть в этом ресторане фирменное блюдо рестораторы секретный рецепт конечно никому не раскрывают но естественно что гурманы пытаются регулярно и секрет раскрыть с той или иной степенью достоверности в незапамятные времена был у меня один товарищ андрюша майами царство ему небесное жил он в америке был страстным кулинаром но готов в основном супы и правда его с этими креветками тоже один раз отметился напомнил мне рецепт андрюша другой мой интернет знакомый я загорелся клеветок приготовил результат мне показался не идеальным и сегодня я хочу рецепт повторить но уже так сказать в исправленном варианте однако это тоже эксперимент и вполне возможно что по окончании готовки появятся еще какие-то правки поехали начинается все с приготовления маринада мне понадобится чеснок много чеснока важный момент чай зубков я просто раздавлю они мне понадобятся для ароматизации масла на вторую половину просто мелко нарублю раздавленные зубки проще свой аромат и жгучесть масло отдают и при этом точно не сгорят да и удалить их из масла легко давайте начинать в кастрюльку для маринада выкладываю кусочек сливочного масла и сразу же добавлю оливковое extra virgin эта смесь обладает совершенно потрясающим ароматом важно использовать именно extra virgin плюхните туда рафинированного дезодорированного и никаких таких волшебных ароматов и не почувствуете вот этой смеси масла на слабом огне практически без кипения надо хорошенько пропарить зубчики чеснока сразу же можно добавить острого красного перца и пока масло набирается чесночного аромата отмерю остальные ингредиенты раздавлю в труху чайную ложку зерен кориандра как можно мельче сделаю отступление я видел читал смотрел огромнейшее количество американских всяких секретных соусов фирменных маринадов и практически всегда ну невольно ржало всякий раз с вероятностью 99,9 процента в этих рецептах встречается прямо-таки огромнейшее количество разных ингредиентов 15 20 25 ну вот посудите сами рецепт андрюши пряности в наборе кориандр орегано тимьян эстрагон розмарин черный перец красный острый перец и вот к такому богатому набору пряности идут еще сладкий чили соус острый чили соус сок лайма белое вино вустарский соус но вот реально никто из моих знакомых в жизни никогда не отличит креветок приготовленных в таком маринаде от креветок приготовленных в таком же маринаде если из него удалить половину этих пряных трав по моим наблюдениям среднестатистический едок способен различить в блюде ну три максимум четыре разных пряности поэтому я безжалостно выкинул из андрюшного рецепта все лишние по моему впечатлению пряности точно так же как сейчас выбрасываю из этого масла уже ароматизированного чеснок а теперь будущий маринад отправляется вторая закладка кориандр тимьян и немного белого сухого вина сейчас буквально полминуты покипит хорошо вот так продолжаю загрузку сладкий чили соус немного и острый зеленый табаско а теперь лайм первый раз готовил с половинкой лайма но показалось недостаточно кислоты в маринаде так что обе половинки выдавливаю и еще русский соус но его добавляю на самом деле только из-за тамаринда который есть составе вот так вот будет достаточно и соли немного и пусть покипит на очень слабом огне под крышкой пусть уварится а я пока займусь креветками когда готовил в первый раз мариновал их нечищенными и на мой вкус острота кислота маринада совершенно недостаточно внутри проникла можно конечно совсем их очистить и запекать без панцирей у меня есть желание приготовить их на гриле а на гриль лучше класть в панцирях так что голову подрываю панцире по вскрываю кишечники по удаляю и в таком вот виде все и будет мариноваться естественно для этого рецепта стоит брать невареных креветок и кстати несмотря что они меня красные то порода такая гамбас рохас красной креветки они абсолютно сыры несмотря на красноту маринат тем временем уже готов самое время пробовать что тут отлично вот на этом этапе доводите свой маринад до вкуса для меня идеальным будет в первую очередь острый кислый и только во вторую такой слегка слегка сладковатый креветки переложу в полиэтиленовый пакет потому что в нем удобнее всего мариновать так кривитосы будут равномерно со всех сторон маринадом обволакиваться последние штрихи остается добавить свежего чеснока который не подвергался тепловой обработке еще немного по заметам андрюши майами виски вот так вот и теперь маринад отлично да это пока я тут камеры представлял он мне слегка остыл в это явно будете без камер готовить поэтому не заливайте кипящим лишний воздух и запечатываю супер вот в таком виде они и будут мариноваться в холодильнике сутки нет конечно можно было бы их и часов через 6 8 уже запекать но мне спешить некуда до завтра и так прошли сутки и пора приниматься за дело пиво уже греется как я обещал готовить буду на гриле хотя это вовсе не канонический вариант их в оригинале просто форму для запекания кладут в том самом маринаде в котором они мариновались и отправить духовку на 180 200 градусов и время там 8 12 минут зависит от размера креветок у нас все по-взрослому в духовке то скучно правда на гриле она всяко интереснее сжигать угли я буду используя вот это чудо устройство если вы до сих пор не приобрели или не изготовили такую мне просто жаль очень удобно достаточно спалить под этим стартером пару таких вот комков бумаги и все никаких размахиваний картонками никаких поливаний горючими жидкостями я не нарадуюсь если заполнять это ведерко на три четверти объема то угли будут готовы где-то через 10-15 минут да конечно есть минусы куда без них в этом стартере удобно раскочегаривать угли крупные ну размером вот наверно от такого кусочка то есть от мелкого куриного яйца и крупнее но это единственный минус ну ладно что встретимся через 15 минут 15 минут прошло время начинать высыпаю угли вот сюда немножко разровняю и решетку на них креветки у меня в панцирях так что не приклеиваются значит можно их выкладывать на решетку не ожидая ее разогрева вот если бы я заморочился снятием панцирей предварительно то можно было бы насадить их на шпажки есть конечно удобнее но в панцирях креветки сочнее будут рядом надо пристроить сковороду на которую отправлю маринат он станет соусом надо наверное добавить немножко белого вина чтоб кислинки в соусе было больше готовятся креветки на углях очень быстро вот такие вот крупные буквально по полторы минуты с каждой стороны переворачиваю так а мелкие того быстрее будут готовы если у вас совсем мелкие возможно лучше их просто в духовке в маринаде сразу запекать чтобы не чирикаться на этой стороне на даже не полторы минуты а буквально минута так ну и креветочки можно переложить в более прохладную часть гриля сюда соус более горячую еще немножко белого вина минуту соусе и за стол и хватит пожалуй конечно поедать их не испачкав руки практически нереально но я все-таки попробую так но я считаю что будет практически преступлением есть такие убийственные креветки без пива сделайте вид что это безалкогольная ну или по крайней мере уберите детей от экрана вернитесь как хорошо около гриля жарко на улице конечно пока не очень жарко но давайте смотреть что же там у нас получилось внутри например вот так вот эту замечательную креветосину надо обокнуть соус слышите нет кажется что это соседи завидуют поэтому шумят убийственно вкусные креветки они острые они с яркой кислинкой они с дымком от гриля и от соуса на чили соуса здесь и сладость присутствует и лайм фантастика да конечно сутки на маринование немножко нервирует но с другой стороны если вы например в субботу собираетесь устроить барбекю мероприятие то в пятницу вечером замариновать креветки труда не составит еще кусочек с вашего позволения да я совсем забыл этот соус нужно обязательно вымакивать свежевыпоченным грубым хлебом у меня здесь случайным образом образовалась чабата которую я готовил только что но показывал вам в прошлый раз и вот с на это количество креветок соуса можно в два раза больше потому что этот соус просто классно есть с хлебом однозначно это пожалуй самые классные креветки всех которые я когда-либо пробовал спасибо за ваню и всем пока